Всем привет, вы на канале Стивен Геймс, я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile, и мне заблокировали аккаунт, но меня это не останавливает, и мы продолжаем делать первые взгляды на персонажей, и сегодня это Ермак Фараон. Ермаком я по сути ни разу не играл, поэтому для меня это будет новинку, но я думаю, что это будет интересно. Как-никак первый опыт, по сути я не играл ни одним Ермаком, даже старенькие Ермаки, это серебряный, там еще какой-то золотой был, я их не знаю, потому что на основном аккаунте они мне по сути не попадались, у меня там по-моему есть одна лишь карточка золотого Ермака, и она без слияния, и есть серебряная карточка третьего слияния, это мне не подходит, и поэтому Ермаком я играю по сути впервые. Будем смотреть что и как, подобрал я Китану Скорбну, с ее-то пассивкой, она из внешнего мира, и поэтому дарует нашему Ермаку Фараону одну очку силы, она нам пригодится. Ну и Соня Блэйд Холодная Война, чтобы защищать, конечно же, Ермака Фараона, хотя под одного спецприема это выгодно. Ну и сам Ермак, я на него поставил такую экипировку как Молот Гнева, чтобы дарвалось еще одно очко силы. Хоккейную маску Медальон Душ я поставил только потому, что другой по сути экипировки на этом аккаунте нету. Аккаунт не мой, поэтому как бы и накручивать-то экипировку не умею, поэтому какая есть экипировка такая есть. И спасибо Артуру, что он предоставил нам этот аккаунт. Без него бы я не оценил этого Ермака и предыдущих персонажей тоже. Пассивка персонажа. После нокаута или воскрешения любого персонажа противника, ваш отряд получает меньше урона и увеличивает критический урон. Эти эффекты суммируются. В общем, если выходит какой-нибудь Джейсон Вурхис неостановимый, либо слэшер против нас, и мы его коцаем, побеждаем один раз, второй раз, но если со слэшером имеется в виду, то, конечно же, у нас увеличивается критический урон и я получаю меньше урона. Мне кажется, это интересно. Спецприем 1 наносит 28 тысяч урона, 74 тысячи спецприем 2. И спецприем 3, кстати, здесь он как раз-таки нам понадобится. Он как раз-таки вызывает щит и наносит 86 тысяч урона. А так как у меня есть 2 очка силы, я накапливаю третий и, в принципе, в каком-то плане даже победа. И это мне нравится. В предыдущих персонажей я не видел смысла демонстрировать спецприем 3, а именно X-Ray здесь я смысл вижу. Поэтому давайте посмотрим, что у нас получится. Заходим в бой сети, сложную битву и что у нас здесь за персонажи. Надеюсь, что будет что-то интересное. Классический Рейден, Кенши Баланс и Соня Блэйд Холодная Война. Вот то, что сейчас все начали довольно часто использовать в Соню Блэйд Холодную Войну, меня, по сути, не удивляет. Но это очень часто происходит. И мне это не совсем нравится, потому что я не могу показать потенциал большинства персонажей из-за этого. Но что поделать, приходится как-то выходить из ситуации. Я надеюсь, что благодаря моей суперсоне у меня это получится сделать. Хоть накопим спецприем. Кстати, у него как раз-таки спецприем 2 есть, поэтому давайте-ка лишим ее этого спецприема. Отлично, у меня это получилось сделать. Ну и дальше я сейчас... Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Блин, что ж ты делаешь, сволочь? Хорошо, что у меня щит стоит. Хорошо, что у меня стоит щит. Отлично, вызываем Соню Блэйд. Ну и здесь в любом случае мне придется нанести спецприем 1. Как ни крути, здесь без него не обойтись, потому что нужно сбить как-то щит. Блин, Соня не летает и так. Фу, хорошо, у нее был щит. Да е-мое, Ермака вызвал. И тоже лишился щита. Еще два раза по мне урон нанес. Что не так со мной? Блин, почему меня эти персонажи очень сильно коцают? Я выбираю одного персонажа, они выбирают другого персонажа. И поэтому я немножко улажаю здесь. Но окей, приходится как-то выкручиваться, опять же говорю. Стопроцентный урон. Дальше я наношу еще один спецприем 1, потому что без него опять же никуда. Дальше выпускаю Соню Блейд и использую опять же спецприем 1. Он вроде истощения не делает, потому что истощение делает только спецприем 2. Поэтому будем блокироваться. Ну и накапливать заново спецприем 2. Ну если получится, конечно. Блин, Ермак, ты накопишь когда-нибудь себе спецприем? Потому что я хочу его продемонстрировать, а у меня это не получится сделать. Пока не выскочит Рейден, конечно же. Истощение силы, спасибо тебе, Рейден. Ну что поделать, без этого никуда. Ладно, посмотрите на спецприем 2. Потому что накопить у этого животного спецприем 3 очень сложно. Я даже не знаю, что он делает. 60%. Окей, хорошо. Неплохо ты так урончик это нанес, блин. Я думал, все будет гораздо хуже. Но окей, мне даже понравилось в каком-то плане. Так, наносим спецприем 1, потому что мы на него тоже не смотрели. Хотя у тебя увеличено накопление очков этих силы. Но мне кажется, это не поможет. Фу, хорошо, что блок успел хотя бы поставить. Поэтому с этой темой мы вроде как разобрались. Хотя это очень сложно. Приходится играть всеми персонажами. Ирмак здесь не так часто задействован, как хотелось бы. Все, лег быстро. Пара ударов, все, лег. Отлично. И остается только Соня Блейд. Бакс 82. У тебя классная тима, конечно же. Я с этим соглашусь. Ты мне практически прикончил всех персонажей. Но самое главное то, что они все остались живы. Я думаю, это результат. И это победа. По-моему, прошло больше минуты. Ну, что поделать. Сколько прошло времени. Минута 40 секунд. Вы победили. Отлично. Нажимаем далее. Пока что спецприем 3 я так и не продемонстрировал. Потому что это было бы очень сложно сделать на этой тиме. А здесь это еще сложнее сделать. Потому что первым хорошо, что стоит классический Рейден. Все-таки, я надеюсь, его пассивка-то не сработает, когда он находится первым. Скорпион по рождению ады и хищная Мелина. Блин, я не знаю, ребят, конечно, что здесь делать. Я, наверное, буду использовать Скорбную Китану в самом начале, чтобы нанести истощение. Без него никуда. А дальше что я буду делать? Блин, это, конечно, вопрос интересный. Но хорошо, что здесь хотя бы Сони нету. Либо знаете, как я сделаю? Либо знаете, как я сделаю? Сейчас посмотрим. Выбираем этого персонажа. Ставим вот этот вот спецприем. Отлично. Лишаем немного здоровья. Дальше я стараюсь накапливать опять же спецприем 1. И вырубать этим же спецприемом. Потому что, смотрите. Она наносит критический урон. И плюс еще у нее как будто бы срабатывает какой-никакой блокбрейкер. Поэтому Рейдена, я думаю, мы прикончили бы быстро. И здесь выскакивает Скорпион. А на мне стоит щит. Поэтому, можно сказать, я и выжил. Именно из-за этого. Так, ну и спецприем 2. Посмотрим, сколько я нанесу. Надеюсь, что много урона получится мне нанести. Хотя, не уверен. Хотя нет, как вы видите, все получилось. Вызываем снова эту женщину. И стараемся победить тебя. Да, Рейден? Получай. Пошел вон отсюда. Пошел вон. Привет. Осталась только ты, Мелина. Отлично. У меня еще два персонажа в запасе. Блин, ребят, не знаю. Продемонстрирую вам каким-нибудь образом X-Ray. Пока что, мне кажется, навряд ли у меня это получится сделать. Все-таки, как вы видите, накопить его очень сложно. И накапливать здесь никак не получается из-за бриллиантовых персонажей. Ну, а так мы победили. И все благодаря, конечно же, Ермаку, который спецприемом 2 выносит очень-очень быстро персонажа. Того же Скорпиона он вырубил просто когда у него было очень-очень много здоровья. И победил я за 47 секунд. Предыдущая битва как раз-таки продлилась минуту 40. Так, здесь у нас Скорпион, Люкан, Кунзинь. Ага. И я так думаю, здесь у нас будет какой-нибудь Молот Гнева. Значит, как я предполагаю, у Скорпиона сразу же есть спецприем. Ага. Хорошо. Ну да ладно. Пусть будет так. Я не против. Я понимаю, что в любом случае он на мне его использует, но зато я сохраню свой щит, когда он выскочит, и таким образом, возможно, даже не получу особого урона. Потом я выпущу своего Ермака, у которого накоплен спецприемом 2, ну и, конечно же, сумею победить эту тиму без особых проблем. Ладно, смотрим на это. Как я это сделаю? Выбираем этого персонажа, сразу же наносим истощение. Благо, она умеет это делать, и мне поэтому повезло. Блин, у него же спецприем еще один сохранился. Я-то думал, я все тебе вырублю. Ну ладно, окей, придется еще один вырубить. В любом случае, потому что я не хочу лишаться щита сразу же. Ну а Кунзинь сам по себе, он довольно легкий персонаж, я его практически сразу же вырубил. Вау, как страшно, он по мне наносит X-Ray. Надеюсь, он мне нанесет много урона, потому что у меня стоит защита. И защиту пробивает, если я не ошибаюсь, только классический рейдом. И да, так и есть. Так, дальше мы вызываем вот этого вот персонажика, наносим спецприем 2. Надеюсь, ты его снова вырубишь. Потому что я набиваю аж 90%, это очень много. Ну хотя ты его не вырубил. Но давай-давай, спецприем 1, добивай его. Победа, все, отлично. Мы избавились от самого жестокого персонажа в этой игре. И дальше мы можем спокойно разобраться со всеми, я думаю. Так, дальше я выпускаю, конечно же, классическую китану. По-моему, классическая... А, нет, скорбная, скорбная китана. Не классическая, а скорбная. Что-то я попутал немного. Так, ну еще один... Еще одно истощение я, пожалуй, нанесу. Потому что того было мало. Он накапливает, он их очень быстро накапливает. Он, мне кажется, хочет нанести спецприем 2 урон. Но я не даю ему этого сделать. Потому что вы сами видите, что... Тогда все, ой, как будет плохо. Ну а так, мы добиваем практически персонажей. Используем спецприем 1 у Ермака. Потому что все-таки я его демонстрирую. И, конечно же, побеждаем. Все-таки благодаря Ермаку бриллиантовых персонажей можно выносить буквально быстро. За пару секунд. Минута всего лишь прошла. И мы опять снова же побеждаем. Да, я думаю, что X-Ray у меня никак не получится продемонстрировать. Снова приблизительно такая же тима мне попадается. Скорпион Пророждение Ады, Мелина Хищная и Рейден Классический. Мне кажется, ничего здесь не меняется. Кроме того, что Рейден здесь последним стоит. В этом-то и проблема. Но Мелина и Рейден здесь менее прокаченные. Они 4-го и, соответственно, 5-го слияния. Тут только Скорпион довольно-таки сильный персонаж. Ну и поэтому придется, наверное, использовать Скорбную Китану в самом начале. Нет, пускай Соня Холодная Война стоит. А потом Китану Скорбную, соответственно. Ну и Фараона и Ермакана добивание. Попробую как-нибудь так сыграть. И я думаю, что все получится. Ну а если не получится, то придется как-то по-иному атаковать. Хотя мне кажется, что у него сейчас только будет полторы полоски. Ну если, конечно, он Молот Гнева не использовал. Но я надеюсь, он его не использовал. Мне бы этого не хотелось. Ладно, смотрим. Да, у него полторы полоски. Отлично. Мне это нравится. Мне это уже нравится. Получай, Скорпион. Виноват во всем твой создатель в каком-то плане. Тот, кто создавал эту тиму. Потому что он во всем и виноват. Если бы он сделал все правильно, поставил бы тебе какой-нибудь Молот Гнева, то тогда бы ты хотя бы выглядел солидно. А так сейчас я побеждаю Скорбная Китана, которую выпустили очень-очень давно. Получай еще немного урона. Оу, как жестко-то. Фу, не нанеси так много урона. Ты что делаешь-то, Рейден? Блин. Чуть не прикончил мне его. Так, надо, чтобы он блок свой отпустил. Блин. Да отпусти ты свой этот дряной блок, ё-моё. Ладно, придется его контратаковать. Отлично. Получилось вроде бы как. Наносим 70%. Это куда картинка-то сместилась-то? Что это было только что такое? Фу, хорошо. Сколько я там урона нанесу? Немного, я думаю. Ну ладно, достаточно. Спецприем 1, истощаем. Ну и дальше пытаемся добивать каким-нибудь образом. Даже можно, конечно, и спецприемами это делать. Отличненько. Дальше вызываем вот эту вот Соню. Ну и я думаю, обычными кулаками разберемся. Я не просто так выбрал Соню, потому что на ней стоит щит, а Мелина против этого щита ничего не сумеет сделать. Хилишься, значит. Ну окей, хилься дальше. Так, сейчас надо снять блок. Ну и спецприем 2. Получай. Отличненько. Автомат 83%. Все. Избавились и от этого персонажа. Да блин, эта Тима получше справляется, чем... Кого я первый тестировал? Скорпиона. Да, вот со Скорпионом проблемы были. Здесь все очень и очень шикарно. Блин, не знаю даже почему. За сколько я ее победил? Минуту 11 секунд бриллиантовый Тима вообще никаким образом не тащит. Победить их может любой, по сути. Даже если у вас есть такие персонажи. Ну, конечно, заполучить Ермака сложновато. Но есть и Рен Блэк. Замена Ермака. Спецприем 2 наносит немало урона. Ладно. Скорпион порождения ада, Кунлао призрак и Кунзин Шаолинь. Вот это вот бомба. А что он у нас? Все участники команды преисподней начинают битву с одним очком плюс силы. А кто у нас? Преисподний Скорпион. Вот зараза. Ну ладно, хорошо. Ничего страшного. Выбираем тогда Скорбную Китану. У него есть спецприем 3. У меня есть Скорбная Китана, которая лишит его этого спецприема. Хотя и так, и так он мне, по мне, бы урона много не нанес. Все-таки у меня защита. Как-никак. Ладно, будем пробовать сейчас. Так, вы можете сменить чемпиона, зайдя в меню профиль. Установите вашу лучшую карту в качестве чемпиона, чтобы другие игроки могли выбрать его своим союзником. Хорошо, так пускай и будет, а я использую спецприем. Побыстрее делай это. Отлично. Все, у него только спецприем 1 есть. Ну, молодец. Вау, как ты крут. Скорпион, ты просто крут. Чума просто, ё-моё. Наноси ты спецприем. А он блок поставил. Вот холера. Ладно, хорошо. Я наношу меньше урона. Ничего страшного. Блин. Тут еще и Кунзин со своими спецприемами выскочил. Так, ладно, ставим блок. А ты что, вот ключики-то был? Точно, спецприем 1. Это ж оглушение. Я что-то запамятовал. Ну, ладно. Неважно. Все равно с Кунзинем мы разобрались. Привет, Скорпиончик. Фу. Спасибо. Спасибо, что ты закосячил. Ну, блин, Ермак, живи, живи, живи. Ты что, он тебя притягивает? Блин, вот это усаданул только что. Ладно, наношу опять по блоку. Я думаю, сейчас-то я его добью. Сто процентный урон. Блин, практически вырубил ты его. Да что ж такое, не теряй бдительности. Наноси хоть какой-нибудь урон. Отлично, победа. Дальше, дальше, Скорбная. Скорбная, выскакивай. Ну, окей. Мы победили, но в любом случае я лишился под конец Ермака. Но он все равно сделал свое дело, хоть я и косячил там очень много. На самом деле, я очень много раз закосячил. Можно было, конечно, и получше атаковать. Да блин, уже хватит выйти ты из этого блока. Как меня достали персонажа, который все время блокируется. Че ты блокируешься? Тебе легче от этого становится. Иди сюда. Получай еще раз истощение. Вот так вот лег, и все. Дальше выпускаем Соню Блейд. Накапливаем спецприем 2. Куда ж ты выйдешь из этого блока? Так, контратакуем. Контратакуем, я сказал, и не наносим атаку после его атаки. Ладно, хорошо. Да практически ты его уже вырубила. Отлично. Рук-2, мы тебя побеждаем. И вот это вот, по сути, была самая сложная тима. Впервые у меня, по-моему, как раз-таки Ермака вырубили здесь. И то по моей вине, потому что я два раза закосячил со спецприемом. Можно, конечно, было и лучше атаковать. X-Ray я, как всегда, не продемонстрировал. И все потому, что X-Ray это ненужная вещица у этих персонажей. Его можно, конечно, продемонстрировать. И я не понимаю, зачем он вам? Для чего он вам? Просто посмотреть? Ну, просто посмотреть, конечно, это было бы хорошо. Но если бы против меня персонажи были более-менее адекватные, а не бриллиант. В общем, как-то так получается. Советую всем Ермака Фраона качать после того, как на него выйдет испытание. Я, как полагаю, на него будет испытание. Все-таки это своего рода обычный персонаж. Это не бриллиантовый персонаж. Это не три триборга и тому подобные вещи. В общем, ребят, оценивайте сами. Я могу только сказать то, что наносит урон он хороший. Спецприем 2 у него просто бомбятский, как и у всех персонажей в этом обновлении, кстати. Какого персонажа я не тестил, спецприем 2 у них просто бомба был. Ну, насчет триборгов сказать не могу точно, потому что я там использовал только спецприем 1. И очень часто им спамил. И делал, кстати, правильно. Но насчет Ермака, насчет классического Рейдена, насчет Скорпиона я могу сказать на все сто. Эти персонажи со спецприем 2 очень хорошо дружат. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.